Друзья, всем добрый вечер! С вами я, Флорист Ирина. Сегодня мы с вами будем говорить снова о саженцах. О саженцах крупнолистной гортензии. На видео у нас Red Baron, саженцы Red Baron. Многие спрашивают, как выглядит у нас саженца Red Baron. Вот так вот выглядит. Так, уже этот ящичек пустой, я его убираю, чтобы он нам не мозолил глаза. Смотрите, что я хочу сказать. Очень многие покупают у меня саженцы именно новички. И не знают, как правильно садить гортензию, как ухаживать за ней. Смотрите, вот саженец вы берете, когда при получении распаковываете. Запаковываю я очень хорошо. Я пакую вместе с грунтом. И вот так вот обматываю все скотчем. Вы аккуратненько разрезаете ножом вот эту вот пленку. Кто получает в пленке, кто в стаканчиках, в любом случае. Либо стаканчик разрезаете, либо пленку вот так. И садите прямо с комочком земли, его родной земли. Ну, как бы это очень важно для того, чтобы адаптация растения плавно переходила. У вас же другой грунт, понимаете. Для того, чтобы растение не испытывало стресс, не нужно отряхивать корешки. Потому что корешки уже, как вы видите, очень развитые. У них вот они. Вот какие корешочки, они даже так видны. И для того, чтобы растение испытывало минимально стресса, всегда нужно садить. Вот так разрезаем пленочку и садим с комочком земли. Так я сажаю все, в принципе, свои растения, которые я покупаю в вазончиках. Вот. Далее что? Так как многие новички первый раз сталкиваются, ну не сталкиваются, а берут вот эти вот сортовые гортензии крупнолистные. Смотрите. Первое, что это гортензии теплолюбивые. Растут они у нас в городе Сочи в открытом грунте, без укрывного материала. Люди, которые у меня берут саженцы и, значит, с регионов, там, Москва, Сибирь, очень много в Сибирь берут. Если вы новички, вы должны знать и понимать эти нюансы. Это крупнолистная гортензия. Сорт этот теплолюбивый. Выдерживает до минус 10 потолок кратковременных морозов. То есть ее нужно на зиму по-любому укрывать. Далее, еще сейчас такая важная деталь. Сейчас я вам скажу. Смотрите, если вы высаживаете молодое растение в грунт, оно по-любому будет испытывать стресс, даже если вы его укроете зимой. Соответственно, что сделать? Я всем рекомендую сначала садить саженцы в вазончик. В вазончик и на зимовочку заносим. Когда у вас растение окрепнет, уже на следующий год можно его переместить в грунт и уже укрывным материалом его укрыть. Как раз оно пройдет период адаптации, привыкнет к вашей почве. Если, допустим, вам не нужно, не имеет значения, какие оттенки получить, вы садите в свою землю. Тогда у вас растение хорошо адаптируется, понимаете? И вы сможете вот именно уже подросший саженец, окрепший хороший саженец высадить уже на постоянное место жительства в сад, если у кого позволяет место. А кто в вазоне, то вам просто нужно заносить это растение на зимовку, создать ему температурный режим. Очень важно создать правильный температурный режим. Нельзя заносить на зимовку в теплое помещение. Температура зимовки растения должна быть где-то порядка 5-10 градусов. Вот так. Ну, можно 3 градуса зимовочка, чтобы была. То есть, очень хорошо подойдет теплицы, очень хорошо подойдут летние кухни, такие, знаете, у кого частные дома, кухни застекленные. Именно летний вариант неотапливаемый. Самый лучший вариант, чтобы растение максимально приблизить к естественным условиям проживания его. Да, вот как у нас в Сочи. У нас в Сочи зима примерно, я сейчас вам скажу, где-то в среднем, ну, 10 градусов, 8-10 градусов. Вот это для нее идеальная температура. Она может также опускаться до 5-3, но кратковременно. Бывают кратковременные у нас морозы. Бывает так, что почки немножко подмерзают. Да, конечно, это повлияет на цветение, но все равно незначительно. Почечки отходят, так как у гортензии очень плотные почки. Обратите внимание, даже вот молодой саженец, достаточно крепкие у них вот эти вот почки верхушечные. Поэтому маленькие подмерзания, кратковременные, никак роли не сыграют на цветение. Дальше что? Когда вы получаете вот эти саженцы, видите, саженцы в отличном состоянии. Растение у вас растет, хорошо все приживается. По осени, несмотря на то, что оно листики сбросит, вы его не формируете. Не срезаете вот это вот все для того, чтобы кустик у вас аккуратненько был. Иначе вы цветение просто не увидите на следующий год, понимаете? Это очень важно. Вот эти все побеги, они у вас одревеснеют к осени, станут древесные. Именно на них вы получите цветы, поэтому не срезаем. Листики просто опадают. И ваша задача занести растение на зимовку в том состоянии, в котором вы его получили. Мы ничего не обрезаем. Еще раз повторюсь, подкормками сильно не увлекаемся. Не нужно кормить растение, иначе оно у вас все уйдет в зеленую массу. И вы опять же цветение можете не увидеть. Всегда придерживаемся такой простой фразы. Лучше не докормить, чем перекормить. А лучше пока вообще не кормить. С подкормками очень осторожно. Иначе вы нарастите просто зеленую вот такую ботву и будете наслаждаться зеленью только. Вот это очень важно. Главное питательный грунт. И у вас будет прекрасно все цвести и заносить на зиму. Ну, скажем так, вот такая небольшая информация. Ну, многие просто новички, кто не сталкивался еще, да, берут саженцы, а потом возникает вопрос, а нужно ли их заносить. Конечно, друзья, это крупнолистные гортензии. Гортензии требуют внимания. Есть метельчатые сорта. Они, конечно, зимуют, морозостойки. Это нет. Эти красотки, они требуют ухода. Но опять же, уход минимальный. Просто заносим. Заносим на зимовочку в оптимальные для нее условия. Еще один момент такой скажу. Многие хотят вырастить дома. Вот смотрите, опять же, есть нюанс. У каждого, в основном в домах, сейчас есть балконы застекленные. Вот смотрите, пока у вас на балконе температура сильных морозов нет, вы можете делать так, допустим, из квартиры, там, где тепло, да, где вы живете, вынести ее на зимовочку в октябре до сильных, пока на балконе нет минусовой температуры, туда на зимовочку. Как только температура у вас опустится, там, до минус 20, да, в некоторых регионах, в Сибири до 40 достигает, до 30 минус, вы с балкона ее забираете, потому что на балконе тоже будет мороз, соответственно, где-то раза в два меньше, но тем не менее, в застекленных балконах будет где-то минус 10, минус 15 градусов. Для нее это холодно. Она может такую температуру выдержать, ну, дня три, не больше. То есть вы ее на этот период заносите, да, пусть она у вас, как бы, дома побудет. Может начаться такой процесс, что могут пойти почки зеленые, так как вы ее занесли резко в квартиру свою теплую, и, соответственно, растение может подумать, что уже все, дело к весне и нужно. Смотрите, ничего страшного нет. Пусть оно вот у вас почечки вот эти вот выпускает, все, и оно у вас остается уже дома. Как только у вас на улице температура, то есть вы заносите на какой-то, на месяц, на другой, да, в теплое помещение, чтобы корневую сохранить, как только температура у вас снова, допустим, балкончик нагревается у вас, и температура у вас становится там порядка 5 градусов, 8-8 градусов, ну, даже, ладно, плюс 3, вот можно, можно рискнуть, плюс 3, но лучше плюс 5, плюс 8. Можно опять ее вынести, ничего с ней не будет, она не боится таких температур, резких перепадов. Самое главное, чтобы не было мороза, вот, но создать ей нужно эти условия, то есть растение требует, любое растение, вот такое вот, что касается именно, ну, не любое, а что касается гортензии, требует, оно вот этого требует перепада температур, создать максимальные условия, вот этот стресс, растение должно получить, правильно выражусь, стресс, и за счет этого стресса происходят вот эти с ней метаморфозы, цветения и прочие, набирают зеленую массу, выпускают зеленые побеги, так что вот такие вот нюансы я делюсь с вами, потому что я говорю, многие хотят дома вырастить хотя бы пару кустиков, все можно, но опять же говорю, первое, это не перекармливаем, на зимовку заносим, желательно, чтобы зимовало при температуре 5, 8, 10 градусов, если же холодно, заносим, становится на балконе, да, кто в квартирах живет, заносим домой, все, пусть она у вас стоит, почки пойдут в рост, да, листочки распустятся, все, пусть уже зимует дома, хотя бы месяц-два вы ей дали вот этот вот стресс, создали максимально вот эти естественные условия, и растение по-любому вас отблагодарит цветением по весне, возможно, даже раньше. Всем хорошего настроения, вот такие маленькие секретики делюсь с вами, пусть ваши цветочки радуют, те, кто получили мои саженцы, я думаю, что все будет хорошо, все приживется, у всех все будет свистеть. С вами была я, Флорист Ирина, до скорой встречи, до новых репортажей.